здравствуйте друзья сегодня мы расскажем вам о пророчествах сербского монаха и одного из величайших подвижников в истории монах фаддей витовницкий сербский прозорливый старец архимандрит один из наиболее почитаемых старцев сербской православной церкви конца 20 начала 21 веков 14 апреля 2003 года старец отошел господу тысячи людей скорбили о нем ведь многим он показал истинный путь человека дал духовные знания которые сегодня бесценны он оставил для нас наставление и пророчества которые откроют завесу будущего для тех кто еще ни разу не слышал о старце следующая информация величие и особенность духовной жизни старца фаддей привлекает до сих пор монастырь паломников из всех уголков сербии каждый кто приходит в монастырь витовница ощущает особую атмосферу мирной тишины и покоя здесь на почетном месте расположена могила старца фаддей его молитвы и размышления оставались непревзойденным примером духовной жизни для всех кто хотя бы однажды встречал старца его мощам приписывают чудодейственную силу исцеления а люди находящиеся рядом получают озарение старец фаддей витовницкий был бескорыстным монахом с благородным и духовным лицом словно отразившимся светом справедливости и милосердия его прозрачные глаза отражали душевное богатство а его тело было пропитано внутренней силой и верой после первого инфаркта в 1992 году старец фаддей столкнулся с вопросом смысла жизни и своей службы богу но его вера и преданность помогли преодолеть этот период темноты и сомнений он укрепился вере стал еще сильнее чем прежде второй инфаркт 1996 году оставил его еще больше зависимым от помощи других ограниченность своих физических возможностей не ограничивала его духовное стремление и снова приумножила его любовь к богу и ближнему однажды когда старец водей уже был прикован к постели и ожидал смерти его лик будто рассвел словно под воздействием света он был окружен миром который превосходил все земные радости и страдания все кто его посещал чувствовали этот цвет и тепло испытывая непредаваемую духовную силу 14 апреля 2003 года в ночь на пасху старец водей покинул землю и вступил в мир вечной радости и света но его наследие и духовное воззрение останутся для нас среди верующих искателей истины к месту погребения старца воде по сей день съезжаются тысячи людей они ищут и находят утешение надежду и духовную помощь молитвы и просьбы возвращаются каждому человеку оживляя его веру и восстанавливая покой о пророчествах воде известно следующее многие включая сербских профессоров и ученых которым посчастливилось лично встретиться с монахом в частности профессор еротич богословского факультета белграда называли его самым просветленным сербским монахом его ученик жилько шешум позже рассказывал цитата мы ездили в монастырь с 1993 по 1997 годы что и говорить третье тысячелетие на пороге и это вносит особое предчувствие в настроении даже обычных людей настроенных религиозно отец владей во время наших встреч много говорил о совокупности различных проблем а также о том что ждет мир в будущем давайте же рассмотрим будущее глазами великого просветленного старца и так люди оказывается не догадываются о тайном замысле верхушки скорее всего имеется в виду кто-то вроде мирового правительства или отживающего гегемона который сегодня всеми силами пытаются удержать уходящую власть и остановить движение мира в сторону многополярности тайна готовится новое страшное оружие о нем люди не слышали и уж тем более никогда не видели его в действии сейчас есть гипотеза о том что это сейсмологическое оружие которое может спровоцировать огромные беды на планете она будет действовать скрытно через какое-то время после его применения начинаются землетрясение и извержение цепочка может запустить необратимые процессы на земле связи с этим старец напутствовал цитата смысл нашей жизни в том чтобы вернуться в объятия божьи стяжать благодать святого духа когда святые шли за христом то уже не оглядывались ни вправо ни влево нашли прямо к богу пока она нас не сойдет озарение святаго духа нас одолевают страхи когда же благодать духа осветит душу она не чувствует ни страха не страданий конец цитаты значит ли это что полоса страданий еще не пройдено и людям предстоит столкнуться с неизведанным уже в ближайшее время неужели все эти странные и смешные разговоры про нло с тех берегов есть не что иное как подготовка людей к событиям которым заранее пытаются найти оправдание свалить их на некие происки инопланетян или на что-то подобное в то время как сами все сделают для реализации своего плана который если уж осматривать тот же самый комитет 300 сейчас явно пошел под откос неужели верхушка так и не смогла смириться с очевидным поражением и изменением мира в более справедливую сторону и нас впереди ожидают невиданные доселе сюрпризы есть у фаддея пророчество об антихристе о том что он уже правят и началось это в 1992 году тогда он действовал не напрямую а через помощников но с каждым годом пытался прийти к власти официально готовя к этому народ вот еще одна цитата дьявол стремится прекратить служение литургии мужских монастырях это единственная наша сила против зла конец цитаты а сегодня мы видим что мир буквально сходит с ума с тысячами гендеров культом разврата и безделья с бесконечной ложью и одурачиванием людей кто бы мог себе представить еще пять лет назад что дойдет до такого это же просто немыслимо при этом монах утверждал что бумажные деньги утратят свое значение также по какой-то причине обесценится драгоценности марки и доллары но если с долларами понятно то с драгоценностями пока не очень старец говорил о бессмысленности накоплений лучше вкладывать деньги и жить днем который подарил тебе бог материальные ценности он связывал со злом особенно культ роскоши комфорта и материальных благ дело в том что это все делает человека слабым а его пребывание в мире бессмысленным так как цепляясь за материальное он все же приходит в этот мир без всего и уходит также кроме своей души человек забрать собой отсюда ничего не сможет единственная ценность это время который отмерил тебе здесь создатель для совершенствования души все остальное тленно и рано или поздно уйдет небытие весь 21 век это время когда зло будет пытаться завладеть мыслями и душами людей в общем то мы уже становимся свидетелями предсказанных событий старец говорил что православные отшельники мешают дьяволу заладеть мысленным полем всего мира не потому что они сопротивляются а потому что они непрестанно молятся господу чтобы он защитил нас от зла однако в период борьбы между добром и злом которая произойдет 21 веке мир все же не удастся спасти от хаоса который по словам монаха будет царить повсюду кроме душ истинных подвижников и людей которые узреют бога поймут истинный смысл своего существования также были сказаны интересные слова насчет печати наложение печати будет осуществляться невидимыми лазерными лучами говорил входей это клеймо будет невидимым для человеческого глаза но доступным для проявления в нужной ситуации только при помощи этих лучей в магазине будет считываться информация о том сколько денег имеется на счете а стоимость купленного товара будет высчитываться моментально вот такой как говорится прогресс и бумажные деньги станут мусором включая доллары и евро но кто же по своей воле творит мировое зло подчиняясь ему вот интересная цитата монаха фадея зло творят люди которые не верят в господа говорил он они находятся вне сияние любви мы как христиане должны молиться за них чтобы и они спаслись из того пекла зла и ненависти которая захватила их как только в нас зародится один помысл в котором нет любви знаете что мы приняли духа злобы принимая злую мысль мы принимаем свою душу и тело самого врага духи невидимы а мы даем собой им тело чтобы они были видимы мы обвиняем других хотим исправить всех вокруг себя но никогда не начинаем себя это наша огромная ошибка начал бы каждый себя не было бы столько зла на свете каковы мысли такова и жизнь дух питается мыслями как тело пищей помыслы нам внушаются со всех сторон мы живем как бы среди мысленных радио волн но не умеем подключаться к источнику жизни чтобы чувствовать радость жизни впадая вместо этого в мысленные сети лукавого которые нас окружают причины болезни в мысленном падении болезнь от мысли каждый грех есть прежде всего мысль и мысленная сила господь помогает нам побеждать зло и пока мы здесь на земле мы должны его победить но зло невозможно победить злом зло побеждается только добром против любви борьба бессильна никто не может с ней бороться любовь непобедимая сила ибо бог есть любовь а это были пророчества сербского старца прозорливого монаха фаддея если видео было для вас интересным пожалуйста оцените его и подписывайтесь на канал чтобы первыми смотреть ролики о будущем спасибо за просмотр до новых встреч до новых встреч